Квантовый скачок Космос в ожидании Когда же, наконец, сознание землян превозможит невежество и обман И поднимется в открытую сферу истинного знания Истинное знание – это знание Матери Мира Она – устроительница не только нашей Вселенной Но и родательница Мироздания Ее имя – жизнь, истина Реальный мир Великой Матери вечен и нетленен Ибо гармоничен и един В слиянии абсолютного совершения и золота Духа, света, сияния Это предел полета и тчаяния о блаженстве Идеальной красоте, вечности и бессмертии Сама идея прародательницы идеального царства любви Космогуманистична и абсолютно в своем проявлении Истина проста и велика одновременно Когда человечество под звуки Систру Масотис Софии Очнется от затяжного сна В иллюзорном мире трехмерного бытия Все в одночасье совершится Уже многие готовы, чтобы открыть свою вековую память От однобокого левополушарного мышления Перейти к познанию своей второй сокрытой части Которая обозначит молниеносную вспышку кванта Озарение и открытое знание Изначально, когда во главе угла стояла Великая Богоматерь Из космического лона которой возродались два первосущества Великая Она и Великий Он Бытие купалось в счастье и любви Изобилии и красоте И представляло идеальное царство духовного знания И прирады родательницы Это был золотой век матери всех богов Мысли, слово и действия были отражениями трех основных планов Духовного, огненного и материального Человек был открыт космосу и славил свою прародательницу Ибо окружающие условия были таковыми, что ни в чем не было нужды А любая мысль мгновенно воплощалась, материализовывалась Иными были мысли, светлыми и здоровыми, прозрачными и чистыми Иными были слова, многозвучными и легкими Идеально рифмовались и звучали мелодии сфер Иными были вещи и мир прирады Ибо были отражением прекрасных чаяний Обитателей царства Великой Матери Если обратиться к мегалитам А пришло время собирать камни И эти камни заговорили сегодня То мы убедимся в том, что все они свидетели первого времени Зептепи, как его называли древние сириусиани русы Это прекрасное время помнят древние мегалитические комплексы Сооруженные нетерами пришельцами Как правило, все они располагались на энергетическом уровне планеты В местах энергоинформационных каналов И как активные космостанции Резонировали с открытым тогда космосом Ближайшими планетами Улавливая информацию иных миров и созвездий Все это было реальностью всего лишь 12 тысяч лет назад Когда Солнце восходило в созвездии Льва А молчаливый сфинкс-маркер времени Смотрел на свое отражение в ночном небе А две пирамиды храма Солнца и Луны В Теотиоакане Отражали священную мистерию игры света В период солнцестояния Когда Солнце по кресту, шествуя над землей Совершало ритуал единения дня и ночи Мужа и жены, земли и неба Теоти, тот, бог луны Укан, место, место тото Дорога, ведущая с севера на юг Символизировала путь смерти Что в древней космогонии имела мистический смысл Перехода в царство света или тьмы В зависимости от того, что человек приобрел для своей души Во время жизни на Земле Дорога, ведущая с востока на запад Копирует египетский крест Образованный Нилом и проекцией следа Солнца На пересечении стояла еще одна пирамида Пернатого змея Кецалькоатле Символизирующая цикличность солнечной активности Такие же солнечные часы Отражал храмовый комплекс Стоунхенджа Символизируя луны Великой Матери Когда солнечные лучи Оплодотворяли священная луна Наступал праздник рождания света А величественные храмы Ангхора Древнесилюсианское русское название Символизируют одновременно космогоническую мистерию И летающие города Вайтмары Знаменитый храм в Дендере Открывает взору древний календарь Указующий на время планетарной катастрофы В период Атлантиды А на стенах не просто знаки символов Но и конкретные рисунки Которые были скрыты сверху Слоем штукатурки Реставраторами из старей Но время пришло И удивительные картины Открылись и заговорили Вот электрические лампы для освещения А вот зарядные устройства А далее изображены космические летательные аппараты И даже танк-бронемашина И подводная лодка Все это позволяет сделать вывод Что за пределами Золотого века Когда земляне пережили Планетарную катастрофу Племя царей Шемсугоров Посвященных Покидая Землю Оставили для потомков Информацию не просто О происходящих событиях Но и сообщили Время катастрофы И зашифровали Научные и идеологические Аспекты Тогдашней эпохи И строились эти мегалиты В одно и то же время И одними и теми же Силами нетеров Неземлян Если внимательно изучить Древнесилюсианские фрески В Египте То откроется Многое Например то Что женщина Занимала очень высокий статус Боганы в доме И государстве Об этом говорят фрески Где женщина держит руку На плече мужчины Как покровительница его А выставленная вперед Левая нога Также признак Бхагаваны Фараоны же Широко выставляли вперед Правую ногу Так как левая сторона Женская А правая Мужская Но полушария Заряжены в обратном направлении Женские парики С пробором Посередине и волнами Носили только мудрецы Равные жрицам Великой Матери Древние понимали Что оба начала И оба полушария Должны быть сбалансированы Так крюк Цепь и жезл В руках разных богов Символизировали Соответственно Эмоциональное равновесие Сбалансированность разума И гармонию тела Острие жезла Не касающейся земли Значила Мы духовные существа Ныне живущие На земле Но наши души Могут выйти За пределы Трехмерного мира Крылатый диск Над воротами храма Символизировал Два начала Крылья грифа Символ женского начала И голова змеи Символ мужского начала Чтобы проникнуть В священное пространство Нише Я Должно подчиняться Высшему Я Грифы умеют летать А змеи ползать Эго повседневности Должно уступить Место Высшему Связанному С космическими Энергиями Символизм Древнего Египта Раскрывает Священное единство Двух начал Эпохи Золотого Века Когда правили Нетеры Так Кувшин на голове мужчин Значил Тимус Вилочковую железу Она активна Во время Внутриутробного Развития плода Это важнейший Активатор сознания Красная корона Символизирует Женскую матку Тимус и матка Связаны Жизненным циклом Двойная корона Это матка и тимус Который на нее Воздействует Все храмы Соответствовали Фигуре человека Алтарная Всегда Символизировала Материнская Лона В котором Совершается Алхимия Зарождание Новой Жизни Космология И биология Тесно Переплетались В Древнем Египте Все Соизмерялось С творением Жизни В Лоне Матери Мира Ибо Великая Богоматерь Занимала Центральное Место В Египте И других Мировых Цивилизаций А это Бывшая Территория Руси Но все Это было Предано Забвению Начиная Уже с Периода Первой Династии Фараона Когда Черное Жречество Заняло Все Храмы И Низвергла Великую Богоматерь С ее Трона Жрецы Сета Амона Стоящие У власти Стали Все Продавать За Деньги И Постепенно Стерли Все Матриархальное И Бесценное Поклонившись Золотому Тельцу Хотя Первоначально Золотой Телец Символизировал Гора Сына Исиды Хатхор Коровы Зимут Жрецы Его Заменили Сетом Амон И Стало Это Знач Поклонение Золоту Богатству Земным Материальным Ценностям Что Было Вложено В Его Смысл Уже В Христианскую Эпоху Так Стало После Ухода Шемсугуров А Когда На Короткий Период Космос Посылал На Землю Великих Посвященных Снова Наступал Микрозолотой Период Времени Так Эхнатон И Нефертити Явили Яркий Пример Высокой Любви И Культуры На Земле Ибо Подчинялись Кону Истины Маат Царица Фараон XVIII Династии Катшипсут За 22 года Своего Правления Снова Привела Страну К Процветанию И Изобилию Гармонии Двух Начал Но Кровожадные Жрецы Сета Амона Стерли Следы Их Прекрасных Творений На Земле Ибо Космические Пришельцы Восстанавливающие Духовность И порядок На планете Земля Всегда Мешали Темным Силам Делать Деньги Продавая Собственные Души Но Вернемся К Нитерам Несомненно В период Когда Землю После Катастрофы В Атлантиде Вновь Начали Осваивать Великие Посвященные В лице Самой Исиды И Осириса И их Космических Собратьев А в их Числе Был Исет Воплощение Антипха Нужно Было Все Начинать С нуля И Закладывать На земле Изначальную Сириусианскую Культуру Древних Русов Безусловно Это Была Единая Культура С Единым Межгалактическим Языком И Богороданой Матерью Ибо Космическая Система Суперцивилизации Сириус Орион Главенствовала В ведическом Пространстве Древней Руси И Сакральное Знание Сокрытое После Внедрения Черного Жречества Сета Необходимо Было сохранить До времени Пока Не пробьет Час Светил Матерь Общая Владыкам Не символ Но Великое Явление Женского Начала Представляющего Духовную Матерь Христа И Будды Та Которая Учила И рукоположила Их На подвиг С давних Пор Матерь Мира Посылает На подвиг После Атлантиды Когда Люцифер Нанес Удар Культу Духа Матерь Мира Начала Новую Нить После Атлантиды Матерь Мира Сокрыла Лик Свой И Запретила Произносить Имя Пока Не пробьет Час Светил Елена Ивановна Рерих Об этом Времени Было Предсказано Повсюду О том Что в конце Эпохи Рыб На грани Завершения Пятой Расы На землю Явится Аватара Великая Матерь Мира Как Спасительница Руси И всей Планеты Было Предсказано Со времен Гибели Атлантиды В современной Гизе Есть Посвященные Которые Знают О том Что Сотис Софис София Исида Должна Явиться В Великой Пирамиде Аст Как Мессия И своим Явлением Засвидетельствовать О конце Нынешней Цивилизации Это Явление Совершилось Матерь Мира Мария Деви Христос Вошла В свою Пирамиду Аст В период Рождества Света Когда Были Открыты Врата В тонкий План Это Был Первый День 1992 Года Именно Тогда Открылось Второе Дыхание Великой Пирамиды Когда Солнце Исиды Исиды Соединить Вторые Части Слов Сот Ис Сири Ус То Сложится Имя Сына Исиды Исус Что Значит Трон Исиды Итак Матери Который Который Исиды Это нельзя Космическое Учение Иисуса Христа И Марии Магдалины Почитающих Исиду Иосириса Явленных Восстановить Единство Двух Начал В период Ортодоксального Иудаизма Ее Лона Считалась Священным Граалем В котором Зародалась Новая Жизнь Эту Тайну Хранили Розенкрейцеры Называя Марию Магдалину Мистической Розой А по всему миру Были установлены Храмы Марии Исиды С младенцем На руках Ибо Истария Жизни Исиды Повторилась В веках А храмы Софии Премудрости Света Олицетворяли Саму Матерь Мира И зло На которой Возрадалась Вселенная Именно Ей Вечной Супруге Осириса Иисуса Предстояло В конце Патриархальной Эпохи Рыб Снять Покрывало Исиды И открыть Лицо Истинной Листи 11 апреля 1990 года В 30 лет Мария Покинула Пределы Физического Плана И полетела В огненной Трансформе Навстречу Своему Возлюбленному Осирису Иисусу Планетарному Логосу Сурьи Руси Эксплантация Соединения Двух Привечных Начал Совершилась На небесах Это была Победа Света И знания Истины Возрадалась Абсолютная Сила Софии Премудрой Матери Света Великой Совершилась Алхимия Любви Вначале За пределами Пустоты Надмирная Матерь Света Выделила Из себя Самой Свои Два Равных Начала Мужское И женское Пролила Свой Свет Во Вселенную Как Золотое Семь И мир Проявился В конце Соединившись Вновь На небесах В единое Целое Знание Абсолюта Матерь Света Явилась В проявленном Образе И силе Матери Всех Богов В мир Напрочь Захваченный Князем Тьмы И сетовым Племенем Дабы Вернуть Человеку Потерянный Рай Ибо Только В начале И в конце На земле Проявляется Сама Эйнсов Для совершения Трансформации Духовной Алхимии Для того Чтобы Своим Сокровенным Словом Превратить Грубую Материю В Фахатическое Золотое Полотно Вечности Великая Аватара Является Как Альфа И Омега Первая И последняя Об этом Знают Посвящен Ибо Эта Тайна И заключает В себе Познание Истины Мария Деви Христос Это Имя Знамения Это Великая Матерь Мира Матерь Нетера Которая Появилось Спасти Планету Земля И Солнечную Систему От Мирового Зла И Падения В Бездну Тьмы Кто Еще Слеп И не Узрил Ее Кто Еще Глух И не Услышал Зова Ее Завтра Может быть Уже Поздно Ибо Готов Путь Антихристу И Всякий Кто Отренет Свою Спасительницу Окажется В Лапах Зверя Время Неумолимо Мчится Но Божественная Материнская Рука Спасительницы Протянута Каждому Землянину Кто Готов Познать Забытую Вечную Истину Как На Небе Так И На Земле Все Выходит Из Лона Единой Матери Родательницы Без Нее Нет Жизни Нет Света Нет Знаний В Период Царствования Матриархальной Богоматери Царил Кон Маат Полное Равновесие Мужского И Женского Начал И Единство С Прирадой Прирада Была Хроминой Великой Матери Дательницы Это Было Основным Признаком Золотого Века Ибо Оба Полушария Мозга Были Включены Одновременно И Оба Принципа Мужской И Женский Являлись Единым Целым Образуя Совершенную Самодостаточность И Гармонию Священный Культ Любви Был Ритуалом Соединения С Премудростью Света Ибо Супруги Поднимались До высот Боженства Блаженства Уподобляясь Матери И Отцу Вселенной Образуя Единую Светосущность Эйнсов Расцветали Искусство И науки Посвященные Владели Шестью Десятью Четырьмя Видами Различных Искусств И Триста Шестью Десятью Видами Чувств Климат Был Идеальный А достаток Полное Изобилие Войн И кровопролитие Не было Как и денег Строй Был Преимущественно Общинный Знание Было Открыто Всем А земля Почиталась Как Кормящая Мать Все Жили Счастливо Не зная Болезней И старости И естественно Ибо Матриархальное Сознание Базируется На правом Полушарии Мозга В спиралеобразной Цикличности Времени Переходящем В вечность В высоких Принципах Космогуманизма Высшей Алхимии Духа Измененном Состоянии Сознания Абсолютном Знании Космических Искусствах И Красоте А что Может быть Прекраснее Свободы Духа И естества Прирады Это Несравнимо Ни с чем На свете В темные же эпохи Когда к власти Приходили Жрецы Сета Амона На земле Начинал Главенствовать Брутальный Патриархат При котором Богоматерь Предавалась Поруганию Изобвению А ее Божественную Функцию Рождения Жизни Брал На себя Ха Отец Не правда Ли Противоестественно Отцу Рождать Детей В качестве Примера Можно Обратиться К Библии Где Авраам Родил Исаака Исаак Родил Якова Яков Родил Иуду И братьев Его Иуда Родил И так В итоге Мир Переходил На левополушарное Мышление Происходила Подмена Духовных Ценностей И падение Морально-нравственных И этических Принципов В качестве Примера Обратимся К сегодняшней Действительности Когда Человечество Оказалось В условиях Все более Надвигающейся Глобализации На планете Земля Экономического Политического Социального Духовного Кризиса И полной Душевной Деградации И все это Произошло В затяжной Период Брутального Патриархата Жесткого Левополушарного Мышления Базирующегося На рационализме Прагматизме Точных Дисциплинах Догмах Линейном Времени И линейной Истории Человечество Оказалось На уровне Самоуничтожения Ненависти Войн Невежества И глобальной Катастрофы Пятый уровень Патриархального Сознания Как завершающая Фаза Громоматериального Бытия Стал Критической Точкой В истории Нашей цивилизации И всей Солнечной Систем Человечество Оказалось Перед выбором Куда И за кем Следовать Дали В бездну Тьмы Или в новое Временное Пространство Золотого Века Под высшим Водительством Матери Мира В котором Царит Кон высшей Гуманности Любви Гармонии Единства Двух Космических Начал Абсолютное Знание Вечность И Бессмертие Матерь Мира Мессия Эпохи Водолея И эпохальная Учительница Духа Выводит Человечество За пределы Трехмерного Мира Духосветные Пространства Многомерности В царстве Вселенской Космической Реальности Ныне Завершается 12-тысячелетний Цикл Звездной Прецессии Идет Трансформация Сознания На новый Уровень Открывается Равносторонний Эпохальный Крест Времени Образ Великого Сфинкса Предстает Предчеловечеством В своем Четырехликом Образе Лев Телец Водолей Человек Скорпион Орел Это эпохи На одной Оси Оказались Эпохи Льва И Водолея Это Нитеры 12 тысяч Лет Назад В центре Земли Оставили Уникальное Звездное Послание Землянам Сегодняшнего Времени Так как И ныне Пояс Ориона Осириса Отображали На земле Три пирамиды Звезды И зеркалили Небо И землю А потому Создавалась Возможность Трансформации И открытого Общения С Орионом И Сириусом Большой Медведицей И другими Мирами Живого Космоса Мы Перешли В это Время Когда Начало И конец Соединяются В змееобразный Венец Вековой Мудрости Символ Материнского Лона И Самой Эйнсов Премудрости Света Воздадим Ассану Премудрости Совершивший Великую Трансформацию В веках И вечности Что может быть Еще величественнее И мудрее Ее замысла Идеи Жертвенности Только Она Сама Великая Матерь Человечества Матерь Мира Созидательница Вселенной И метагалактическая Хозяйка Всего Сущего Ура Ау Ра Слава Госпоже Святого Марии Деви Христос Повелительницы Времен И созвездий Жизни И смерти Великого Начала И великого Конца Абсолюта И бессмерти Рванет Квантовым Скачком Знания Свет Ее Величества Совершится Алхимия Преображения Всего Сущего Наступит Виктория Света Великой Софии Ура Аумра Асанна Джая Весмалас 21 июля 2013 года Виктория Преображенская Книга Зов Преображенская